всем привет если кто помнит я он в этом видео говорил о том что просохать или уведомление изучил жонда для получения децизии значит съездил я в ужон тут очередь короче все толкнуться не пойми куда не пойми что ночью выпады у охранников то что надо взять бумажку и написать в ужон письмо о получении дубликата децизии что и было сделано значит письмо я написал отправил ольгу заинтересовала внизу строчка о том что должен быть залонечник то есть приложение с оплаченной пошлиной но письмо уже ушло пошукав в интернете нашел реквизиты я их прикреплю это для получения дубликата децизии 5 злотых за страничку ну и готовился сегодня уже отправлять второе письмо следом за первым встал умылся и тут звонок слушаем день добрый день добрый пауэл л мрчев дезвони пауэл пауэл л мрчев пауэлл звонит пау нис у жонда и говорит а чё ты чувак не заплатил Рецизию попросил, а не заплатил ничего. Я что-то там начал отмазываться, говорю, я вам сейчас еще одно письмо пришлю. Это говорит хорошо, а чего ты, говорит, олень, не приходишь и не получаешь карту, которая лежит с 3-го числа. С 3-го грудня, то бишь с декабря. Я говорю, дых, йо. Вот. Она говорит, ну понятно. Говорит, если можешь перед праздниками сегодня пораньше приехать, возьмешь карту и возьмешь дубликат децизии. Я говорю, ну уже типа дубликата тогда не нужен. Ну а, говорит, раз не нужен, нахрена ты тогда писал письмо. Так что, говорит, приедешь, оплатишь пошлину за дубликат, оплатишь пошлину за карту и получишь все это дело. Ну вот, теперь иду в ужон. Пока шел, нашел прикольный магазин таким вот веселым, показывающим факи котикам носочки. Что-то еще, времени нет, но попозже зайду, посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok У них сейчас перерыв, посему у меня тоже по всему интернету там страшилки. А-а-а, если вы не получили децизию, срочно бегите, вешайтесь. Считается то, что после уведомления вы ее получили, в общем, жопа-жопа, пиздец-пиздец. И оно вон как, у Жонды все ругают, однако письмо отправлено было вы, когда там в пятницу, в пятницу письмо было отправлено, сегодня с Шрёда. Паня Сужонда позвонила по номеру контактному телефона. Ну, чтобы выяснить, что я, олень такой, вроде всем карта нужна, а я ее не прихожу, не получаю. Так что не знаю. Может, у Жонды разные. Может, кому-то не повезло. Но в интернете одни страшилки и одни недовольства. Да, долго, но зато уверенно, вот где бы в России позвонила какая-нибудь бабища, их по-другому не назовешь, с какой-нибудь управы или еще откуда-нибудь, о том, что придите, пан, получите документы. Хрен. Пока не начался перерыв в Лужонде, там стоит куча народов и сидит. Выходят инспектора и вызывают. Ну, называют номер листа. Листа – это вот какое окошечко, встановиска в кабинете, к которому нужно подойти. Вот, естественно, когда мне сегодня паня звонила, никакую листу она не обозначила. Вот сейчас после того, как приняли всех там по листам, видать, ну, они выходят, спрашивают там, листы там А, листы Б, Ц, Т, там, смотрят уже не откликается никто. Ну, то есть по листу все прошли. Ну, тогда новые понятия для себя услышали, определение, кто с поза листом. То есть кто без листа, то бишь общая очередь. Ну, и все, усилилось кучкование, повскакивали кто сидел, выстрелились в очередь. Ну, и все, там начали запускать. Прошло вот из этой толпы, ну, человек 8 за 10 минут. Ну, и все, потом одна вышла и объявила, что перерыв 40 минут. Работает сегодня до 3. Ну, я думаю, пройдет. Блядь, какая тут выпечка, а? Не знаю. Все там. Ах, Париж, ах, круассаны. Сейчас этот дебилизм с этим, как это называется там, с черной меткой, короче, закончится. Да, с клеймом, с этим. Поедем в этот Париж. И попробуем там колоссаны. Ну, что-то я сомневаюсь, что там вкуснее. Может, они там ядовитые? Увидеть в Париж и умереть. Не знаю, вот что. По Ютубу увидели, там умирать не с чего. С таким же успехом можно и в Кракове умереть. И вооборот, в Слове умереть. О, 10 минут до конца перерыва. Как раз сейчас покурю. Допью кава. Приеду домой. И буду пилить ролик про то, как в Краков съездили. Ну, там будет три ролика. Там будет про ярмарку ролик. Про еврейский квартал Казимеш. Ну, и про то, как в центре гуляли. А вот вы напишите в комментариях, какой первый ролик выложить из этих трех. Ярмарка, центр и Казимир. О, все, спасибо панству. Какое вкусное кофе. Вкусный круассан. Обалдеть. Пошел дужон. Паня, который звонил до мне, сегодня говорила, что с 3-го года был в дручале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин. ТООНСКИН. Продолжение следует... 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 надо сегодня взять водочки пошел у нас он снежок маленько все засыпал ну а так вообще не холодно нифига насчет снежка кстати сегодня в польше по календарю 22 грудня это первый день зимы и как там в россии или где-то еще что там по три месяца это все разделено вроде зима еще цветы растут здесь нет 22 грудня декабря вот пожалуйста первый день зимы пошел снег еще забыл сказать я заплатил за дубликат децизии за три листа значит децизия пять листов так что дубликат мне не дали хотя он нафиг не нужен вот но тем не менее надо выбрать время и доехать должен до доплатить еще 10 злотых ну и взять эту ненужную уже бумажку засим спасибо за просмотр спасибо за те пожелания которые я уже получил всем пока